Привет зрители, это Гагатун, уже идёт, считай, второй день того, как я нахожусь в рабством под X-Digital, но даже, в принципе, третий, потому что они мне не отвечали ещё в первый день, тоже нифига. А, наверное, я вам расскажу, что изменилось, они мне написали, по-моему, два сообщения, что ли, за это время. В одном я сейчас прочитаю, что они интересовались про мой договор с YouTube и какие у нас договорные отношения. То есть они опять ссылаются, я уже говорил про тот договор, который они пытались заставить меня подписать, игнорируя, ну как бы делая вид, что это основной договор, игнорируя тот, что есть простой договор. То есть, если вы сейчас будете решить, например, вступать в какую-то партнёрскую программу через каких-то посредников, то вас никто не заставит изначально подписывать какой-либо договор. Вам приходит на почту оповещение, вы подтверждаете его, там есть короткий список условий и всё. Но этот X-Digital пытается сейчас именно накрутить на этот договор ещё один договор и как бы на его основании как-то меня прижать, чтобы я отказался от денег. И причём они по-любому, получается так, что если я откажусь от денег, скажу, что договора никакого нет, получится типа, ну то есть какого-то вот, я не знаю о каком договоре они сейчас пытаются меня вынудить что-то там сказать, потому что они тоже специально, я сейчас даже витеватость их прочитаю. Роман, доброй ночи, позвольте поинтересоваться, какой у вас договор с YouTube и почему мы обязаны выплачивать вам деньги по вашему договору с YouTube. Если всё же мы вам что-то обязаны выплачивать, то следовательно у нас имеются какие-то договорные отношения. То есть я всего лишь попросил вас определиться, состоит ли наша компания с вами в отношениях или нет. Если в связи с этим у вас к нам финансовые и прочие претензии, к сожалению, разумительного ответа я так и не получил. Говорю, что уже есть простой договор, который у меня есть с YouTube и с ними как посредником, по которым они дают мне возможность показывать рекламу на своих роликах. И получают 50% прибыли с неё. Вот, это простой договор. И они пытаются на него накрутить то, что я не должен год от них уйти, возможности иметь. То, что ещё что-то там какие-то правила. Причём, что у них довольно там ясно, как они должны выплачивать. Что уже прошло даже по ихнему договору. То есть после, точнее, через 10 дней после того, как деньги поступили на их счёт, они должны их уже мне перевести. Сейчас получается так, что уже прошло, как бы, они говорят, что за март они выплатят в начале мая. В начале мая никогда такого не было. Было 2 недели максимум. Сейчас в начале мая мы получаем деньги. Это полный бред. Это полная лапша на уши мне. И они пытаются её мне сказать, что у нас такие вот... Это всё чушь. Это всё просто наглая чушь. Они просто дурят на деньги. И, ну ладно. В общем, что они там ещё? Типа, они говорят, что под спамом, письмами моих зрителей, они не могут найти мои сообщения. Я пошутил в ответ на это. То, что если они пытаются воровать деньги у подростков, то, в принципе, должны знать, что на почте можно отметить сообщение как важное. И тогда оно ни за каким спамом не затеряется. Но, в принципе, они, наверное, так любят ничего не делать и ничего не понимать, что это тоже проигнорируют. Теперь они ещё пугают меня каким-то юристом. Что, типа, ну, точнее, они не пугают. Они просто говорят, что в начале недели, в следующей неделе с вами свяжется наш юрист. Это значит, что они будут тянуть это ещё как минимум два дня. То есть до понедельника они будут тянуть всю эту резину с этими юристами и прочей ерундой. В общем, они не собираются никак меня отключать до понедельника. И что в понедельник они ещё будут какой-то юрист что-то там делать. В общем, это всё полный бред, который они пытаются, типа, ну, просто, просто тянут время. То есть никаких у них оснований на это нет. И за это, в принципе, можно ответный иском пустить. За то, что они просто тратят время, что сейчас вы можете зайти посмотреть на мои каналы. Там идёт реклама. Я никаких вообще оповещений о ней, у меня нету никаких, то есть, сведений. Сколько они получают за последние дни, что там происходит. То есть они вообще всё полностью это перекрыли. И при этом они как бы, реклама идёт, я за неё ничего не получаю. Сейчас абсолютно никакой информации, ничего об этом нет. То есть это явное нарушение моих прав. Они об этом нигде, никуда мне не пишут. Никаких оповещений об изменении на канале мне никогда вообще не писали за это время. И, в общем, на сообщение они отвечают одно сообщение в день теперь. То есть буквально я написал сообщение, он ответил на него там в час пятьдесят. То есть два часа ночи он мне ответил. Конечно, я не в это время не буду ему там что-то писать. И вот сейчас он написал мне, я ему написал в девять утра, и он мне написал лишь в семь часов вечера. Вот такие вот, так вот они ведут дела. И типа он там где-то в отпуске, что-то он там делает. Ну да, ну да, удачи тебе, чувак, в отпуске. И ещё, кстати, последнее сообщение. Они типа, что, к сожалению, я не могу продолжать вести с вами данный диалог. Несмотря на то, что фактически, что я фактически организовал им спам и DDoS-атаку. При том, что я абсолютно нигде не говорил про DDoS-атаки. Я не просил вас идти DDoS-ить их сайт. Я вообще вас не просил ничего делать, я лишь оповещаю вас о том, что происходит. Теперь они пытаются ещё обвинить меня в DDoS-атаках. И то, что это им якобы мешает отключить мои каналы. Ну что, естественно, канал Ютуба и их сайт абсолютно никак не связаны. То есть, ну я не знаю, что они ещё в следующем раз выкинут. Они просто какие-то совершенно дурацкие оправданы. Я не знаю даже честно, за что они уже пытаются зацепиться. Это какой-то уже жалкая попытка меня в чём-то обвинить. При том, что, ну, у меня нет никакого физического договора, который они пытались мне навязать. И теперь они всё у них, видимо, они это поняли. И пытаются меня какими-то юристами запугать, что-то сделать. Если они такие умные, если они не хотят мне выплачивать деньги. И по, типа, то, что договор был неправильный. То как они тогда собираются объяснить то, что они вообще показывали рекламу и получали с неё тогда 50%. Это мой контент. Они получали деньги на моём контенте. Пускай они тогда возвращают эти деньги Ютубу, я не знаю. Если они такие умные. На каких? У них абсолютно не было прав тогда показывать рекламу. Если они, то есть, без договора. А не до этого, спокойно, до, по-моему, до какого числа? До, по-моему, эта ерунда с договором началась с января. То есть, я подключился на них то ли в ноябре, то ли ещё когда. То есть, они до ноября, ноябрь, декабрь у них было всё нормально. Ну, а вот с января они решили, ой, у нас, типа, новая система, теперь нужны договора. При этом, что у Юзлиса, я знаю, что никакого договора не было. То есть, Квиз, по-моему, как он называется? Партнёрская программа Квиз. У них никаких договоров на тот момент вообще не было. И о них речи не шло. То есть, Xdigital просто пытался меня этим договором как-то удержать. Тянут время, что я ничего не могу выкладывать, никаких, ничего этого не происходит. И вообще, в общем, теряю время, теряю подписчиков в каком-то плане из-за того, что с основных каналов теперь люди переходят на этот канал. То есть, ну, ну, то есть я не знаю, конечно. Если они попытаются меня как-то юристами чем-то прижать, то у меня в ответ есть, наверное, ещё пара исков. То, что они вешать пытаются на меня ещё и ДОС-атаки, в которых они сами виноваты. То есть, говорю, опять же, можете... Я нигде абсолютно не говорил про ДОС-атаки, никого не просил их как-то и мстить. Я никогда не говорил ничего подобного. Потому что я никаких кровавых расправ не ищу. Мне просто хочется, чтобы они отписали мой канал и вернули хоть какие-то деньги. Поэтому, да, это вот, наверное, всё, что произошло за это время. Конечно, мне вот честно интересно, что они ещё выкинут. Но, к сожалению, видимо, они так и решили тянуть резину до понедельника. Возможно, я как... не знаю, что я буду делать, опять же. Да, вот, ну, просто не знаю. Поэтому давайте, наверное, на этом всё. Оставайтесь на связи. Сегодня постараюсь я успеть, может быть, ночью вывушу какой-нибудь ролик. Если я не успею, то извините, наверное, может быть, утром тогда завтра вывушу. Но ролики, да, какие ролики. Я ещё сегодня сходил на фильм «Морской бой». И, наверное, на него тоже какой-нибудь ролик хочется сделать очень. Такого плана, как было на «Ковбоев против пришельцев». Ну, не знаю, если как выйдет, не выйдет. Просто говоря, оставайтесь на связи. И всё.